Почему частое употребление овощей снижает вероятность депрессии более чем наполовину? Под более частыми они подразумевают употребление овощей не три или более раз в день, а всего три или более раз в неделю. Но даже это, казалось, сократило шансы развития депрессии на 60% после учета длинного списка переменных. В исследовании 2012 года, которое показало, что устранение продуктов животного происхождения улучшило настроение в течение двух недель, исследователи обвинили арахидоновую кислоту, которая находится главным образом в курице и яйцах, которые могут отрицательно повлиять на психическое здоровье через каскад воспаления мозга. Но лучшее настроение на растительной диете также может быть связано с хорошими веществами в растениях – классе фитонутриентов, которые проникают через гематоэнцефалический барьер в наши головы. Этот недавний обзор в журнале «Пищевая нейронаука» предполагает, что употребление в пищу большого количества фруктов и овощей может представлять собой неинвазивное натуральное и недорогое терапевтическое средство для поддержания здоровья мозга. Да, но как? Ну, чтобы понять последнее, нам нужно понять основную биологию – так называемую моноаминную теорию депрессии, мысль о том, что депрессия может возникнуть из-за химического дисбаланса в мозге. Вот упрощенная версия. Один из способов, которым миллиарды нервов в нашем мозгу общаются друг с другом через химические сигналы, называется нейротрансмиттеры. Вот конец одного нерва и начало другого. Вот как это на самом деле выглядит под микроскопом. Обратите внимание, что две нервные клетки на самом деле не соприкасаются, между ними есть физический разрыв. Для преодоления этого разрыва, когда один нерв хочет коснуться другого плеча, он выделяет химические вещества в этот промежуток, включая три моноамина – серотонин, дофамин и норопенифрин. Эти нейротрансмиттеры затем перемещаются к другому нерву, чтобы привлечь его внимание. Затем первый нерв всасывает их обратно для повторности кислорного использования в следующий раз, когда он хочет говорить, но он также постоянно производит больше. И фермент моноаминоксидаза постоянно проверяет их, чтобы поддерживать только нужное количество. Кажется, что кокаин действует, действуя как ингибитор обратного захвата моноаминов. Он блокирует первый нерв от всасывания этих трех химических веществ, и поэтому постоянное постукивание по плечу – это постоянная передача сигнала к следующему нерву. Амфетамины действуют таким же образом, но также увеличивают высвобождение моноаминов. Экстази работает как скорость, но вызывает сравнительно большее выделение серотонина. Через некоторое время следующий нерв может быть как «хватит» уже и подавляет его рецепторы, чтобы уменьшить громкость. Это ставят в беруши. Таким образом, вам нужно все больше и больше препарата, чтобы получить тот же эффект. Тогда, когда вы не принимаете наркотик, вы можете почувствовать себя паршиво, потому что нормальная передача объема не так уж и велика. Считается, что антидепрессанты действуют по аналогичным механизмам. Люди, страдающие депрессией, имеют повышенный уровень моноаминоксидазы в мозге. Это энзим, который разрушает эти нейротрансмиттеры. И поэтому, если у вас слишком много этого энзима в критических частях вашего мозга, черные кружки – это уровни в мозге подавленных людей, а белые кружки – это уровни у здоровых людей. Если уровень вашего энзима, потребляющего нейромедиаторы повышен, тогда ваш уровень нейротрансмиттера впадает, и вы впадаете в депрессию. Таким образом, был разработан ряд различных классов лекарств. Трициклические антидепрессанты, названные так потому, что они имеют три кольца, такие как трицикл, блокируют повторное поглощение норопинефрина и дофамина. И поэтому, даже если ваши ферменты могут поглощать их с ускоренной скоростью, то, что выделяется, задерживается дольше. Затем появились СИОС, как Прозак – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Теперь вы можете знать, что это значит, а не просто блокируют обратный захват серотонина. Тогда есть лекарства, которые просто блокируют обратный захват норадреналина. Или больше дофамина. Или наоборот. Но если проблема заключается в слишком высоком уровне моноаминоксидазы, почему бы просто не блокировать фермент? Сделайте ингибитор моноаминоксидазы. И, конечно, они это сделали. Но они считаются лекарствами последней инстанции из-за серьезных побочных эффектов. Не в последнюю очередь из-за страшного эффекта сыра, когда едят определенные продукты, такие как определенные сыры, в то время как препарат может иметь потенциально смертельные последствия. Если бы только был способ снизить активность этого фермента, без всякого кровотечения и смерти. Теперь мы можем наконец поговорить о новейшей теории. О том, почему фрукты и овощи могут улучшить наше настроение. У различных растений есть ингибиторы этого депрессивного фермента. В специях есть фитонутриенты, такие как гвоздика, орегано, корица, мускатный орех. Но люди не едят достаточно специй, чтобы они попали в мозг. У этого темно-зеленого листа много, но его зовут табак, что может быть одной из причин, по которой сигареты заставляют курильщиков чувствовать себя так хорошо. Хорошо, но что если вы не хотите мозговых кровотечений или рака легких? Что ж, в яблоках, в ягодах и винограде, а также в капусте, в луке, в зеленом чае содержится фитонутриент, который действительно может достаточно повлиять на биологию нашего мозга, чтобы улучшить наше настроение. Субтитры создавал DimaTorzok